Ребята, всем привет! С вами канал WWW. Сегодня я вам хочу рассказать про адаптер клавамыши для Nintendo Switch. Я показывал уже его для Xbox, а теперь покажу его для Nintendo Switch. То есть, возможно, это кому-то будет полезно, у кого прям проблема с игрой на геймпаде. Вот есть вот такой адаптер, на который вы можете, в принципе, тащить. На самом деле, это не честно. Это не честно, особенно в сихевых играх. Вот, ну а что делать? Приходится выкручиваться. В общем, работает он идеально. Если кто не верит, что это Nintendo Switch, сейчас я вам покажу, что это Nintendo Switch. Потом я вам метро покажу, как работает. Покажет, показываю вам, как работает он в план Свист-Зомби, да, растение против зомби. Вещь, на самом деле, очень клевая. Потому что на геймпаде вы, конечно, такими резкими не сможете быть. То есть, если взять сетевую игру, какой-нибудь тот же самый Vigor, да, Fortnite, либо там Warface на Nintendo Switch, то есть, что преимущество у вас, конечно, будет огромное. Это на самом деле не очень мне нравится, если честно. Но, блин, оно работает, причем здесь работает идеально, ребята. Сейчас я вам еще в метро запущу, покажу. А так, видите, да, то есть, все идеально здесь работает, играться можно, никаких проблем нету. Так, ладно, погнали в этот самый, в метро. В метро. Покажу я вам метро. В метро тоже работает без проблем. Вообще, во всех шутанах без проблем на работают. Управление просто классное. Привыкаешь к кнопкам моментально, поэтому никаких проблем на свече с игрой на клавомыши у вас не будет. На самом деле, это, блин, обидно. Потому что, все-таки, когда на клавомышке играешь, все-таки преимущества побольше. Сама коробка выглядит вот так. Сейчас я вам ее покажу, пока у меня тут загружается метро. Вот такая вот коробочка. Я ее показывал уже для Xbox, да, для PS3, для PS4, PS5, 360. В общем, Xbox One и, естественно, Nintendo Switch. Здесь, кстати, прикол написан Xbox Series. Xbox. Прям как Абибас, блин. Вот такая вот коробочка. Адаптер стоит там от 1000 до 2000 рублей. Вот. Погнали в метро побегаем. Сам адаптер, он вот такой вот. То есть, он прям совсем маленький. Настраивать можно здесь все, что угодно. Инструкция есть. Там все на русском написано. В общем, конечно, прикольная штука. Ну вот, смотрите, вот метро. То есть, если поставить, грубо говоря, в настройках... Ой, не то включил. Настройки, если залезть в настройки и включить контроллер, допустим, чувствительность побольше, да, чувствительность давайте сделаем побольше, то, в принципе, будет вообще огонь, на самом деле. Вот, смотрите, видите, да, уже как бы играбельно совершенно и можно уже, в принципе, отстреливать всяких монстров. Так же, видите, на пробел это прыжок, на шифт это бег. То есть, здесь все кнопки подогнаны специально для того, чтобы играть было максимально удобно. Где еще? О, подмога пришла. Отлично. Если кто не верит еще раз, что это на Нинтендо Свитч, ребята, это на Нинтендо Свитч я играю. Вот и все, как бы. Если что. Еще одна прогулочка получилась, а? Кстати, прыгают у них, что прикольное. Вот здесь вот анимации хорошо сделали. Что, Артем, приобщился к искусству? Ладно, пошли, театр. Такого сцена Большого театра еще не видела. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Как можно, Леночка? Работа просто заедет. На днях ждите. Ха-ха-ха-ха, ну и лицо. А на этом у меня все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. С вами был канал WW, а это был переходник или адаптер клавамыши для Нинтендо Свитч. Задавайте свои вопросы в комментариях, я постараюсь всегда на них ответить. Субтитры сделал DimaTorzok